Добрый день, уважаемые коллеги. Можно без личного выступления? Пятница после обеда все-таки, да? Поэтому позвольте сразу представить наш клинический случай по поводу лечения метастатического кулоро-рактального рака. Итак, больная на тот момент пациентке была 46 лет. 14 июля 2016 года в городской больнице по поводу острой кишечной непроходимости произведена операция лапаротомия, выявлен перитонит, стенозирующий опухоль селёночного угла бодочной кишки, перфорация слепой кишки, метастазы в печени, увеличенные параортальные лимфоузлы, произведена обструктивная левосторонняя гемиколуктомия с наложением трансверзостомы, ушивание перфорации слепой кишки и резекция метастазов левой и правой доли печени. Но я предполагаю, это были и краевые метастазы. Гистология. Высокодифференцированная аноденогоарцинома селёночного угла бодочной кишки с некрозом и инвазией мышечный слой и прилежающей жировой ткань. Метастазы и лимфоузлы в ржейке не выявлены. В двух удаленных участках печени метастазы препарат направлен на определение рас. В тот момент мы отправляли его через канзорогеном. Диагноз ЗНО селёночного угла бодочной кишки Т3-0М1 метастазы печени и параратальные лимфоузлы. При исследовании органов грудной полости без особенностей, при исследовании органов брюшной полости печень немного увеличена. В пятом-шестых сегментах два очага до 8 мм. Параратальный конгломерат увеличенных лимфоузлов до 30 мм. Направлено к нам диспансер Псковский. Отправили мы на определение статуса УРАС. Мутация невыльный, дикий тип. Больная госпитализирована. И напоминаю, это был 2016 год. И согласно практическим рекомендациям предложено проведение химиотерапии по схеме ФОФОКС, от ведения которого пациентка категорически отказалась. Я здесь немножко поясню. Она была публичный человек и выдвигала свои требования от терапии. И она отказалась в связи с тем, что может быть кожная сыпь, которую мы знаем, в принципе достаточно часто есть. И у меня тут первый вопрос, учитывая такой случай, что вы выбрали для химиотерапии первой линии. Варианты вы видите выведены. Все знают эти схемы. Поэтому жду голосования. Мне нужно нажать? Нет? Сами. Ну, воздержусь от комментариев. Потому что, в принципе, мы с этого и начали. С августа 2016 года до декабря проведено 10 циклов химиотерапии по схеме ФОФОКС без СУЗМАП. Пациентка переносила химиотерапию без осложнений и продолжала работать. Контрольное исследование органов брюшной полости, произведенное после 10 курсов, метастаза в печени прежних размеров, появился новый очаг до 8 метров. В пятом сегменте забрюшины, лимфозы, правда, уменьшились до 15 мм. И мы решили перейти на вторую линию химиотерапии, иринотикан-содержащую. С января 2017 по марта 2017 года проведено 5 циклов по схеме ФОФИРИ. Опять-таки, без значительных побочных осложнений пациентка продолжала работать. контрольное обследование выявило некоторое прогрессирование. Узов печени до 19 мм, заброшенные лимфоузы увеличились до 23 мм. И в связи с этим к схеме ФОФИРИ мы добавили многоанализм тела Афлиберцеп. И с июля по сентябрь 2017 года проведено еще 7 циклов по данной схеме. Лечение пациентка также переносила удовлетворительно, без потери дружспособности. Все это время она работает. Контрольное обследование в октябре 2017 года выявило прогрессирование в виде появления в печи множественных образований 33 на 30, 48 на 32, заброшенные лимфоузы без динамики, клинические состояния несколько ухудшились. Появилось состояние дискомфорт жевать и ГОК-1. Пройдем к консилиуму, посчитали, что мы уже сделали. 22 цикла химиотерапии с торпелемединами, из 10 из них с салипатием, 12 с эрентиканом в комбинации с моноклональными телами. Пациентке предложена монотерапия антижефером-антителом, полизумабом. Уже она на это согласилась. С октября 2017 года начата терапия препаратом Виктибикс, имеющимся в тот момент у нас в клинике в стандартной дозировке 6 мг каждые 2 недели. Из побочных реакций отмечалось повеление популезной сыпи, что в принципе ожидаемо. После третьего введения на пятые сутки у больной развилась спаечная кишечная проходимость, по поводу которой пациентка оперирована 15 ноября 2017 года. Прискочила? Извините. Это не туда. Прошу прощения. Я не одинока. Кнопка всех не слушается. Это хирургические руки. На этом мы остановились. Первый раз мы оперировали ее. 15 ноября. Ну, с декабря, после того, как пациентка оклемалась от предзвезденной операции, продолжена терапия Виктибиксом. После седьмого введения Виктибикса выполнена УЗИ брюшной полости, которая показала стабилизацию процесса в печени. Восьмое введение Виктибикса проведено 6 февраля 2018 года, а уже 10 февраля больная вновь оперирована по поводу спаечной тонкой кишечной непроходимости. Я немножко тут поясню, поскольку я сама ее оперировала. Это не одна-две спаечки там или часть кишки. Это при ревизии брюшной полости полностью единый конгломерат, состоящий из всех петель кишечника, спаянных между собой. И второй раз большим трудом мы ее выходили. Но пациентка активно участвовала в своей судьбе. И, естественно, ее мнение всегда учитывалось. А дальше введение Виктибикса категорически отказалось. Так пока, по ее мнению, это были вот эти все кишечные проблемы, связанные с тем, что это было от Виктибикса. Переубедить мы ее не смогли. И с Виктибиксом закончили. Второй вопрос. Какую схему линии терапии вы бы выбрали теперь? Фоуфокс, ксилокс, стиварго, стабин и так далее. Позвольте опять без комментариев. Приятно, что мы в одном векторе находимся. Проведем консилиум решения. Дальше решено проводить ингибитором эреграфинии, стиварго, который появился в арсенале нашего диспансера. Перед началом первого введения проведено УЗИ. Отмечены размеры этих образований. 48 на 38 правой доли, сварящие конгломераты до 65 метров, параортальные лимфоузлы 18 на 10. И с марта 2018 года, начали терапию с тиваргой, мы начали сразу стандартные дозировки. Пациентка, спасибо. Стандартные дозировки 160 мг каждые 28 дней. Контрольные УЗИ на четвертом цикле. Медленное прогрессирование, узлы в печени увеличиваются. 55 на 33, 74 на 84, параортальные 22 на 13. Лечение пациентка переносил без повышенных реакций. Статус его сохраняется хорошим. Продолжала работать. Все это время она работает. Жалобы единственного было на появление умеренных болей. Животие с пятого дня в интервалах между циклами, купирующие ненаркотическими энергетиками. Решено продолжать. Следующее контрольное исследование на шестом цикле. Дальнейшее прогрессирование. Сливные УЗИ в печени до 99. В воротах печени появляются узлы конгломераты до 54. Множественные заброшенные лимфоузлы. Статус ИГОК-1. Продолжает работать. На фоне приема стиварки отмечает улучшение самочувствия и уменьшение болевого синдрома. Контрольное УЗИ на 10 цикле. Появление незначительного выпада в брюшной полости. В остальном без динамики. Состояние больное оставалось стабильным. ИГОК-1 продолжает работать. Лечение продолжено. Контрольное УЗИ в январе 2019. Без динамики. Состояние стабильнее. Мы все работаем. Последний цикл, 14-й, закончен 23 марта 2019 года. И тут происходит обвал состояния пациентки. 1 апреля она приходит. Уже в состоянии средней степени тяжести. ИГОК-3. Выраженный ассет, болевой синдром, госпитализирован для симптоматической терапии. И опять. Ну, наверное, уже так. Нет, не получается у меня совладать. Но я, в принципе, своими словами скажу, что, в принципе, в данном случае мы говорим... Я уже даже не трогаю. Мы говорим о том, что в конце уже это была палеотивная химиотерапия у пациентки. И мы имеем большой арсенал препаратов достаточный. Для того, чтобы... Ну, вот заключение. Пациентка получила 4 линии химиотерапии, 44 цикла, прожила 32 месяца с момента установления диагноза. И говорит о возможности современной терапии при удовлетворительном качестве жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова